Глава военно-гражданской администрации Луганщины Маскаль приказал перекрыть воду и взорвать все мосты, ведущие на территорию Народных Республик. Украинские военные продолжили обстрелы сразу нескольких населенных пунктов. Ну а в Донецке снаряды рвались сегодня прямо днем. Представители Минобороны ДНР передали наблюдателям БСЕ карту обстрелов, которые ведет украинская артиллерия. Это все сегодняшние новости с юго-востока Украины. Но и сейчас напрямую связь выходит наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Евгений, какова сейчас обстановка в целом? Ну и в частности в Маринке кто контролирует этот населенный пункт? Ну стоит сказать, что сейчас в Маринке обстановка стабилизировалась. Там звучат лишь выстрелы из стрелкового оружия. Тяжелая артиллерия, которую украинские силовики передислоцировали к Маринке не работает. Но вот по данным Министерства обороны ДНР, украинские военные в ходе провокации, которая была проведена два дня назад, понесли злочительные потери. Об этом сегодня и говорил глава ДНР Александр Захарченко. Вот что он заявил. Морги забиты в Курахово, в Харькове, в Днепропетровске, в Красноармейске. Не только морги, забиты еще даже в холодильнике мясокомбината. По нашим оценкам, потери военнослужащих украинских около 400 человек убитыми, около 1000 раненых. Было уничтожено больше 60 динец боевой техники, 4 батареи накрыли, полностью уничтожены. Поэтому Украина еще и скрывается. Да, мы понесли, кстати, свои тоже потери. У нас есть потери и среди наших. У нас 15 человек убитыми и около 30 раненых. Ну и напомню, что два дня назад в районе Маренки, а это северо-западная окраина Донецка, так называемый Петровский район, резко обострилась обстановка. По данным разведслужб ДНР, украинские военные попытались отрезать эту часть города от Донецка. Попытались прорвать оборонительные позиции сил ДНР. В Петровском районе завязался бой, в ходе которого украинская сторона использовала систему вооружений, которые по Минским соглашениям должны быть отведены от линии соприкосновения. В частности, использовали 122-мм самоходные артиллерийские установки, использовали реактивные системы залпового огня «Град». И вот появляются новые доказательства того, что в эскалации виновны украинские военные. Украинский военнослужащий, который в Маренке в ходе боевых действий попал в плен, сегодня дал интервью журналистам. Вот он заявил, что перед ними была поставлена задача закрепиться на позициях ополчения ДНР, то есть, по сути, прорвать оборону сил ДНР в Петровском районе. Вот что рассказал военно-пленный. Маренке, украинские войска в полпятого утра начали артерпстрел, потом подтянили технику и началось наступление. Пытались прорвать позиции в Маренке, позиции войск ДНР. Евгений, мы знаем, что сильному обстрелу подвергся и населенный пункт Ельманово. Там погиб малолетний ребенок. Что там происходит сейчас? Ну, стоит сказать, что обстановка на южном участке линии соприкосновения, она, в принципе, остается напряженной постоянно. В районе Широкина не прекращаются бои. Но вот Ельманово всегда считался городом спокойным, населенным пунктом спокойным. Там давно не взрывались снаряды, но накануне украинские военные открыли огонь из дальнобойной артвери. В результате этого погиб четырехлетний ребенок. Он находился на детской площадке. По нашим данным, получили ранения также взрослые. Это женщины, которые находились рядом с мальчиком. Сейчас они доставлены в больницу. Новые данные поступают постоянно. Стоит сказать, что украинские военные, судя по всему, не отвели всю тяжелую технику от линии соприкосновения. И доказательства поступают чуть ли не ежедневно. Под огнем остаются населенные пункты на южном участке линии соприкосновения. Это не только Тельманово, а населенный пункт Саханка, Держинский, это маленькие деревни, рядом с Широкино, рядом с Азовским морем. В общем, ситуация там остается напряженная, но более того, все чаще. Здесь в момент перемирия стреляют украинские силовики из дальнобойной артиллерии и даже используют реактивную систему залпового огня. Такая ситуация сейчас там. Да, Евгений, спасибо. Последние новости о ситуации на Донбассе в прямом эфире рассказал наш военный корреспондент Евгений Поддубный.